вот такое тесто я буду сегодня готовить кому интересно приглашаю всех приготовить вместе со мной приветствую всех на моем канале моих постоянных зрителей и читателей а также те кто попал на мой канал впервые или случайно сегодня я выполняю свое обещание и покажу как я делаю тесто для пиццы и пирожков на пирожков не жареных а именно печеных тесто получается тоненькое легкое пушистое вкусное и долго не черствеет точную весовку я напишу под видео а сейчас я в общих чертах скажу что для теста я беру молочко у меня всегда топленое идет стакан топленого молока и полтора стакана воды 100 грамм сахара 100 грамм масла или маргарина разницы нет пачка дрожжей 8 граммов одно яйцо ванилин по вкусу капелька соли и конечно же мука сколько муки точно пойдет я напишу под видео но здесь нужно ориентироваться на свою муку потому что у меня мука одна у вас будет совсем другая зависимости от муки столько ее и нужно добавить от ее качество зависит у какой-то большей клейковины у кого у какой-то муки меньше поэтому нужно чисто смотреть чтобы колобочек получился упругий но не жесткий и не растекался и самый главный секрет моей выпечки все ингредиенты все продукты должны быть одной температуры не так что вот сразу достала из холодильника яйца или масла и сразу же бух в тесто и все нет я достаю заранее оставляю пускай часик постоит полежит согреется все одинаково равномерно и тогда я только замешиваю тесто в общем то ничего сложного нету масло сахара я откладываю сначала я возьму молочко стакан в этот же стакан добавила водички стакан и еще половинку перемешала теперь сюда можно сахар также перемешала дрожжи пачечку можно как в молочко дрожжи так и на муку мука у меня вся просеянная сейчас я беру всего одну чашку размешиваю и жду чтобы тесто ну я называю завязалась не знаю как по правильному это будет мало можно еще немножко еще пол чашечки точную весовку напишу потом и сюда же добавляю яйцо все сейчас я хорошенечко это все перемешаю и оставлю чтобы немножечко подросло прям вот немножечко минут буквально на пять-десять точнее даже не подросло а именно вот завязалась тесто она уже чувствуется что уже у меня прошло 15 минут тесто вот начало давать пузырьки пока только-только мне это и нужно в общем то и все теперь я добавляю соли буквально четверть чайной ложки прям вот чуть-чуть чуть-чуть добавляю сюда муку и начинаю потихонечку вымешивать муку не бахнула сразу весь килограмм а потихонечку по чашечке добавила помесила добавила помесила точно также сливочное масло не сразу все а понемножку вот чашечку добавила муки пока венчиком можно и маслица сюда и так до тех пор пока у меня не образуется хороший плотный колобочек я люблю ванилин в принципе вся семья любит добавляю еще сюда ванилин сейчас помешу потом немножечко еще добавлю плюс я забыла сказать что в это тесто я добавляю примерно 2 столовых ложки подсолнечного масла подсолнечное масло у меня свое в смысле не я его делаю а покупаю домашние мужчины на рынке поэтому она с ярко выраженным вкусом его также когда уже начнет образовывается колобок добавляю понемножечку сейчас его рано я на просто показала что по чуть-чуть сейчас я венчиком а затем я начну руками вот собственно и все тесто замешиваю накрываю полотенечком и оставляю его расти растет у меня примерно ну тоже часа два-три наверно пройдет я прихожу смотрю один раз обязательно обязательно его обминаю опускаю чтобы вышли все газики которые образуются и уже когда второй раз это тесто поднимется тогда я его уже в работу пирожки булочки пицца ну все что угодно у нас очень мы любим еще знаете московские плюшечки вот это тесто просто отличное на нынешний день очень долго я экспериментировала и на нынешний день это лучший мой рецепт в общем то ничего сверх естественного ничего особенного но такие пропорции нам нравятся вот собственно и все все тесто замесила вот такое но нету не твердое не жесткая но и не мягкая прям упругий колобочек нажимаю она поднимается обратно все как и сказала пленочкой накрою сверху полотенечко и оставлю пускай она у меня растет теперь по муке перепробовала я уже не знаю сколько видов и сортов муки самый лучший который я только пробовала оказалась вот такая мука это мука из казахстана белес она бывает домашняя и бывает классика это это прям вот прекрасная мука хочу сказать это не реклама это просто я делюсь что действительно мука просто сказка просто сказка но если нет ее используем аква экстра или французская штучка или селяночку по дрожжам я уже показала использую вот такие это то что у нас сейчас есть в магазинах и на мой взгляд самый лучший это вот такой доктор беккерс не знаю или вайкер как-то его как называют бейкерс написано изготовитель доктор бейкерс россия москва производству белгород поставщик в беларусь вот они бывают быстродействующие бывают просто сдоба но на нынешний момент они лучшие до этого я использовала турецкие кстати они тоже неплохие красненькие с поваром нарисованные сейчас я найду покажу вот у меня одна пачечка осталось вот эти вот дрожжи тоже просто изумительные пакмая наравне идут с бейкерсом вот этим одинаково прекрасно все растет главное смотреть чтобы они были свеженькие ну и на ходу и конец если не тех эти вообще у нас почему-то пропали но если бы таких нет то то я использую сав момент вот такими гражданами пользуюсь тоже на мой взгляд неплохие и в общем то все больше на данный момент больше других у нас и нету особого выбора есть еще какие-то там но ничуть у меня не понравились в том плане что от них идет очень неприятный запах и даже потом из выпечки поэтому пользуюсь только такими тесто на отстойку потом я буду печь этот раз сделала побольше тесто буду печь пиццу и пирожки если кому-то ушло килограмм примерно муки если для кого-то это слишком много можно уменьшить допустим взять половину стакана топленого молока стакан просто воды ну а масло и сахар это уже дело по вкусу масло я не рекомендую делать меньше а вот сахар это конечно если кто-то хочет солененькие пирожки то его нужно взять поменьше если сладкие можно больше но не сильно забивать его не стоит сахаром и мукой потому что тесто будут тяжелые в общем то и все ну еще как всегда наконец мука мука у нас я живу в оренбурге продается только в одном месте такая мы стараемся ездить туда покупать ее там сейчас я перешла только на нее и видела ее в интернете но мука это дорогая многие отказываются не хотят брать в магазин и говорят она дорогая вот такая пачка 5 килограмм она стоит 450 рублей но девочки она того стоит действительно стоит в интернете тут же примерно такая же цена на зоне видела но пока я покупаю ее здесь у нас в магазине пришла проверить тесто тесто растет вот такое ну первый раз просто опускаю руки практически чистенькие второй раз когда она до такого же состояния поднимется на такую же высоту с горочкой я уже буду формировать выпить выпечку приступлю к выпечке